Малоизвестная страница творческой биографии заслуженного художника Российской Федерации Петра Бортнова – его литературное наследие. Книгу «Сказки для внуков», включающую 12 произведений, которые написаны для детей, представили в библиотеке городского дворца детского и юношеского творчества. Проиллюстрировала издание дочь живописца Наталья Бортнова. Особенностью является то, что книга выпущена как раскраска. Часть рисунков в ней черно-белые, часть цветные. Я все это воспринимала раньше словом, а теперь привела это в графику. И слава богу, что теперь это живет уже, существует, работает. То есть это как бы поданная когда-то идея, то есть уже сама свою имеет собственную жизнь. Слава богу, то есть я надеюсь, что еще его работы получит такую же жизнь. Презентация состоялась во Всемирный день рассказывания сказок. Гости, педагоги и воспитанники дворца детского и юношеского творчества смогли узнать об истории и традициях сказочного жанра. Его роли в воспитании познакомили присутствующих и с биографией Петра Бортнова, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина Нижнего Тагила, 105-летие которого отмечалось в прошлом году. Петр Степанович Бортнов, помимо художника, был еще и замечательным сказочником. И эту цель мы выполнили, книжка создана. Но сказок еще очень много и хотелось бы, чтобы этот проект был продолжен. Издать книгу удалось благодаря средствам грантового конкурса «Евраз. Город друзей. Город идей». В 2023 году на эти цели направлено 125 тысяч рублей. Всего отпечатано 100 экземпляров. Чтобы удовлетворить высокий интерес к сборнику сказок, он передается в фонды и библиотек.